Подобные аварии всегда вызывают широкий резонанс. Впрочем, как и цены на бензин, о них в последнее время приходится говорить часто. Стоимость топлива на заправках Иркутска снова выросла в среднем на 50 копеек. Даниил Седов выяснил, с чем это связано и стоит ли ждать очередных скачков. Все подробности далее. Стелы с ценниками на бензин для водителей как трейлеры фильма ужасов. За топливо практически на всех АЗС столицы Прибайкалия опять приходится платить больше. За последние дни ценники выросли в среднем на 50 копеек. Для некоторых жителей города это серьезный удар по кошельку. Дмитрий Черняховский один из тех, для кого машина – средство заработка. И к очередным переменам молодой человек оказался не готов. Каждым месяцем, по-моему, сейчас дальше будет все хуже и хуже. В том плане, что у тебя есть такое количество средств, и ты будешь разбивать так по неделям. Что вот я столько-то залил, столько-то, и, по-моему, ну просто уже пересаживаться или на велосипед, или на общественный транспорт. Наверняка об этом уже не раз задумывались многие иркутяне. Ведь с начала 2020 года стоимость топлива на разных АЗС Прибайкалия поднялась на 3-5 рублей. При том, что доходы у земляков так стремительно не растут. Средняя зарплата жителя Прибайкалия – это 959 литров, а и 92, чего хватит водителю на полгода. Правда, в той же Москве реально приобрести на тонну бензина больше. На западе страны не просто доходы выше, но и топливо дешевле. Спросите, почему так? Отвечаем. Причиной всему сырьевой рынок. Темпы роста оптовых цен, они значительно превышают темпы роста цен розничных. Как говорится, автозаправочные станции сколько можно сдерживают и отодвигают рост цен. Но это, к сожалению, тот вопрос, который невозможно разрешить, в том ключе не поднимая цены. На цены бензина также влияет и стоимость нефти. Например, в апреле сырье резко обесценилось на бирже и топливо тоже стало дешевле. Сейчас же наблюдается обратная ситуация, а специалисты заявляют, что нынешние цены – это не предел. Все самое плохое у нас с точки зрения финансов всегда происходило в августе. Это есть определенная сезонность, и экономисты всегда ее отсматривают. Поэтому в августе бензин еще может вырасти на рубль, на полтора рубля вверх. Потом этот рост приостановится, и какие-то только позитивные тенденции или подешевения на 5, 10, 15 копеек мы можем увидеть в сентябре. Но уже сейчас понятно, что такое снижение иркутские водители не заметят, ведь существенным назвать подобное падение цен никак нельзя. Поэтому автовладельцам столицы Прибайкали остается только экономить и, возможно, искать альтернативные варианты передвижения по городу. Данил Седов, Алексей Бондаренко. Новости по будням.